У доски отвечать нужно чётко. Прикиньте, если бы ещё и училка бы сидела бы на картах. Ну, типа на стуле и на картах. И все ученики в классе тоже на картах бы сидели. Типа такая чёткая школа. Знаешь, что хуже, чем откусить яблоко и увидеть там червяка? Нет, сынок. То, что ещё осталось учиться 9 месяцев, а я уже задолбался с первого дня. Кто-то пишет, откусить яблоко и увидеть половинку червя. Четыре самых жутких явления в мире. Погода осенью в России. Кто-то пишет, не вижу разницы в картинках справа. Нет, наверху справа это весна в России. Ну, типа, всё тает. Хотел бы себе такой пенал. Да, главное, чтобы с голодухи случайно не сожрать его. Ну, просто очень аппетитно смотрится. Палатка для ребёнка. Кто-то пишет, как быстро выкинуть мусор. Тот, кто это придумал, гений. А прикиньте, это просто дырка и всё. А ты наливаешь и у тебя чай выливается весь. Страну угадывать не нужно. Конечно, не нужно. Тут всё ясно. И ещё, только я один вижу гигантских комаров над трамваем. Или каких-то непонятных существ летающих. Мужаки, мне кажется, среди нас шпион. Да, три шпиона среди тебя, одного пса. Планктон, это ты! И да, друзья, всем привет, меня зовут Макс. В этом ролике вам с вами будут мемасы. Окей, Гугл, почему? Почему фраза «не твоя вина» звучит, как будто грузин убирает у тебя бутылку? Это не твоя вина. Никогда не думал об этом. Хотя, если прочитать с акцентом, то получается, да, похоже. Знаете, что тут не хватает? Гигантских, мать его, треугольников. Вот чего. Кто-то пишет, я фараон, я так вижу. Ложка, это всего лишь маленькая тарелка на палке, которую ты макаешь в большую тарелку. Кто-то пишет, ложка, это маленькая ложь. Всем привет, я айфон, и я водонепроницаемый. Нокия пишет, да и я переживу цунами. И даже столкновение с какой-нибудь Нибиру. В сети начали появляться фото первых счастливых обладателей новых айфон, Захар пишет. Или счастливых обладателей коробок от них. Да нет, на этой фотографии сразу понятно, что успешный человек может позволить себе телефон за 100 тысяч рублей. Ассасин в засаде. Сейчас делает прыжок веры. Сегодня моего друга день рождения. Давайте поздравим его. Давайте, поздравляем тебя, Шарик. Или как там тебя зовут, он непонятно написан на тортике. Что ты такое? Ктулху ананас. При пожаре отломить на себя? Не ломать. Ну, короче, да, это непроходимый квест. Хотя, если ты элементарная частица, то ты можешь одновременно сделать и то, и то. Но это как бы не точно. Мисс Осень. Посмотрите, мужик слева походу фейспалмит. Угадайте, кто приехал. Заметьте, бабуля даже на стол постелила какую-то хрень непонятную. Вот зачем это нужно? Гости оценят шторку. Экономист, юрист, филолог, сварщик. Кто-то пишет, сварил машину и поехал. Когда предыдущий владелец учебника оставил ответы карандашом. Честь и хвала тебе, предыдущий владелец учебника. Девушка, 2018. Привет, расскажи о себе. У меня мало денег, но я добрый, заботливый и ответственный. Хорошо, я пойду носик попудрю. Что-то она долго. Секретная база ДПС. Как тебя зовут? Игорь. А полное имя какое? Игорь. Лойкос, если тебе меньше ста лет. Это просто самое гениальное выпрашивание лайков. Друзья мои, ставьте лайки, если вам меньше ста лет. Ха-ха, какой я хитрый, правда? Принимаем на работу парикмахерей. Кто-то внизу пишет. Очень нуждаемася в парикмахереях. Привет, расскажи о себе. Я учусь на юриста. Хорошо, я пойду носик попудрю. Когда мне уже попадется сварщик? Когда сел телефон, и ты не знаешь, чем заняться. И просто сидишь и ждешь. А еще ты кот, у которого есть телефон, блин. Говорил тебе, кусочка пазла не хватает. Мне кажется, или всем пазлом просто капец пришел. Интересно, что будет, если кинуть последний шарик? Я боюсь, что он даже не долетит. Нашли собаку? Легко. Первый урок, второй урок, четвертый урок, седьмой урок. Самый мягкий диван. Да, можно такой дома себе поставить. Сложить. Это весьма странная фотография. Ну, может быть. Может быть, девушка очень сильно хотела в туалет. И рядом не было места подходящего. И у нее не было просто выбора. Она же не может это делать при людях. И вот так вот она нашла такое вот решение креативное. Деньги хочешь? Попробуй забери. Эта маска слишком реалистичная. Нет, это не маска лошади. Это у лошади костюм человека. Вот так вот. Писать смешные креативные комментарии к мемам? Нет. Просто написать лол. Да. Кто-то пишет лол. А вот и креслиться к диванчику к тому. Прикольно. Может быть, еще и стол сложить из кирпичей? Будильник на 7.00. Мама в 6.50. Кто-то пишет. У меня у одного мама не рыба. Ну, как бы у тебя не может быть мама рыбой. Потому что если у тебя мама рыба, то ты рыба. Нашли друг друга. Прикольно. Мы так в детстве тоже играли. Гуглова. Найдется все. То есть в России есть деревня Гуглова, которая стопудово существовала еще до появления Гугла. Когда съехал от хозяев дежурная часть. Я хочу сообщить о преступлении. Я вас слушаю. Мой внук снял целлофан с пульта от телевизора. А еще убрал все скатерти со всех плоских поверхностей, которые я там старательно развесила. Сама не понимая зачем. Просто потому что мне уже по возрасту положено развешивать скатерти везде. Я не знаю, как это объяснить. Ну короче, модель, тираннозавр в маечке. Самое редкое явление природы. Сегодня я вам ничего не сдаю. Кто-то пишет. А на следующий урок дает контрольную. В Казани дети в школах будут оплачивать покупки лицом. Будущее уже здесь. Артур пишет. Стало возможным торговать лицом. Зацените банки. А это домашний мини-кинотеатр. Если у тебя в комнате, в квартире, в помещении много народу, все что-то галдят, мешают тебе смотреть твой любимый сериальчик, то ты можешь уединиться в своей комнате. В маленькой комнате, сделанной из коробки. Куда помещается только одна голова. Но ведь не важно, ведь голова это самое главное. Когда я прохожу с мамой мимо компании, где все курят и матерятся. Мама такая. Какие плохие ребята, ты же с ними не общаешься. И ты такой. Нет, нет, мама, что ты, что ты. Я не общаюсь с этими ублюдками. Если бы красота была говном, ты бы была говном с ног до головы. Самый тупой подкат. Спасибо, я старался. А это случай, как не стоит клеить девушек. Вот не пытайтесь так, пожалуйста. К зиме готов. Это опять бабушка приехала. Тормоз дави, а не лыбу. Кричит кот. Охраняет сон. Блин, это реально серьезный котик. Посмотрите на выражение лица его. Последний раз, когда я хорошо выспался. Кота пишет. Еще успеешь поспать. Ты зашел не в тот район. А вот голуби слишком бестолковый, чтобы объединиться и дать люлей коту. Вместо этого они просто водят вокруг него хоровод. Везунчик по жизни. Блин, я столько видел мемасов с этими бананатвиксами. И я очень люблю бананы. Я просто, не знаю, каждый день ем бананы с молоком. И мне ни разу за всю мою банановую жизнь не попадался в, блин, двойной банан. В России появилась первая школа без тетрадей. Кота пишет. Заберите меня туда. А зачем? Тебе ж никто не даст поиграть. Ты все равно будешь сидеть и учиться. Какая разница, компьютеры это или тетрадки. Все равно тебе нужно сидеть и что-нибудь изучать там. То, что тебе, скорее всего, неинтересно. Еще одна необъяснимая фотография. Возможно, это кондуктор. Почему? Просто так. У вас есть синяя дверь? Да, да, есть синяя. Приезжайте, поставим. Вот, собственно, и все. Вся предыстория. Написано синяя, значит синяя. Первый вопрос. Как? Второй вопрос. Зачем? Это, знаете, как флаг. Это флаг пятерочки. Кто-нибудь выпустите меня, говорит кот. Мне интересно, как она будет на педали нажимать. В принципе, можно рулить зубами, вцепившись в руль. А руками можно давить на педаль. Лов Олег, Ярослав пишет. Когда ждешь любовь, а приходит Олег. Буратино начало. Это накуренный буратино. Или это грудь начало. Гении вешают бумагу только таким образом. Если вы вешаете бумагу обычным образом, то, извините, но вы не гений. Нужно вешать ее вот так вот. Приветик. Насри в пакетик. Следовательно, болезнь есть болезнь, а здоровье есть здоровье. Когда спрашивают, чему новому я сегодня научился. Слушайте, я могу таких лекций тоже кучу провести, рассказывая такие гениальные вещи. Ведь гениальные вещи, они гениальные. А не гениальные вещи, они не гениальные. Поверхность Луны? Нет, нашей дороги. Кто-то пишет. Что же на Луне будет, если русские там дороги начнут делать? А я думаю, что поверхность Луны это одна большая русская дорога. Нарисовать на грязи такой портрет это просто искусство высшего уровня. Made in China. Зато оригинал. Прикольно, она не соврала, если она китаянка. Я могу набить себе Made in Russia. Вот теперь все видно. Я тоже так делаю, когда подрубаю свой ноутбук к телеку. Прикольно. Карьерная лестница. Или это первая в мире невидимая детская площадка и неощущаемая. На проект было выделено 500 миллиардов рублей. Самое увлекательное путешествие начинается со слов. Я знаю короткую дорогу. Да, фигня. Нива бы проехала. Блины. По скриптум. Когда хочешь нормально нажарить блинов, а получаешь нового друга. Кто-то пишет. Спасибо за отличную аватарку. Чувак, с аватаркой. Блина. Карамель не получилась, но выглядит красиво. Чувак, ты себе готовил на ужин лаву? Мне кажется, ужин так себе. Тоже так делали? Делали, да, похоже было. Только у вас крылья немножко кривые. Надо ручку чуть вниз подвинуть. Новогодние заготовки. Да, каждый год одно и то же. Как и зачем? Как? Это чтобы не угнали, вот зачем. А как, это конечно вопрос. Но в теории он мог ее разобрать на земле и по частям перенести в дом, потом собрать на балконе. Но это будет очень долго. Перед кассой не кашлять, не чихать, не вздыхать. Мое лицо перед кассой. Если ты их помнишь, то тебе пора на пенсию. Из всех этих мультиков мой самый любимый был Привет Арнольд. Я его все время смотрел раньше. Вы самый тупой класс. Вы кем вообще стать хотите? Сварщиком? Мастером по ноготочкам. H2O. Оксид отборода. Вода. Антиогонь. Когда нет зажигалки, но есть физика. Кто-то пишет. То есть зажигалки у тебя нет, а вот долбаная лупа нашлась? Может быть он Шерлок Холмс и ходит все время с лупой? Я же не один ее вижу. Кого? Гигантскую облачную собаку? Нет, не один. Сейчас как гавкнет, прикиньте. Или нет, киньте ей мячик, она рванет. Видишь воду? А она здесь есть. Ну, ставьте паузу, попробуйте найти воду. А тут чувак, смотрите, как прикольно сделала. Это его личный, личный вход в квартиру, сразу минуя лифт, подъезд, минуя бабусик, которые сидят и сканируют тебя возле подъезда на лавочке. Прям сразу бац, а ты у тебя дома. У тебя в комнате даже. Минуя коридор и предков. Что-то тут не так. Да не, все в порядке. Потому что мы банда. Интересно, кто у них тут главарь? Я делаю ставку на рыжего кота. Что ж, друзья мои дорогие, если это видео вам понравилось, если вы улыбнулись, ставьте лайк. Жмите колокольчик, подписывайтесь на мой канал и посмотрите мои другие видосы. Их у меня там целое бесконечное множество множеств. В общем, спасибо, что смотрели. Всем хорошего настроения, удачи и пока-пока.